Я горячо приветствую всех почитателей жанра стратегии, меня зовут Сергей, а вы на канале Реген. Если на ваших календарях воскресенье, значит пришло время для очередного реплея недели. Располагайтесь поудобнее в своих креслах, берите с собой напитки, закуски. Давайте приступать к просмотру, надеюсь игра будет зрелищной. Под розовым цветом за галашника подрывника будет сражаться Зезо. А против него за американца Эйра под фиолетовым будет биться Оинк. Кстати, Оинка мы не так давно видели, только там у него еще была приставка, по-моему, Биг. Да, Биг Оинк, то есть это человек, который входит в тот же самый клан, что и Сайз. Кстати, поправлю себя. В одном из предыдущих эпизодов, я не помню, правда, в серебряном реплее, или, ну, в общем, в одну из наших прошлых встреч, я сказал о том, что клановые войны больше не имеют силы, и таких противостояний клановых не встречается. Я оказался неправ. Помониторил эту тему поглубже, и выяснилось, что такие есть даже целые турниры еще. По генералам, да, по Зираур нашему любимым, где ребята сражаются в кланах, поэтому эта традиция возрождена, безусловно, это не может не радовать. Ну, а тем временем что? Эйр молодец, пошел в свою специализацию, уже возводит аэродром, но у него на подступах есть проблема в виде тоннельной сети, которую тут норовит построить прямо-прямо у него перед базой Зезо. Карта знакомая, я думаю, поклонники генералов ее прекрасно знают, она хоть и не так часто встречается, но она прикольная. Есть коробочки раскиданы кое-где, также, да, зона сброса техники, нефтяная вышка и платформа, ну и, собственно говоря, есть по ресурсному центру с коробками. Аналогичная ситуация по нефтяной вышке, точнее, платформе и зоне сброса на стороне другого игрока, дозером своим, собственным ходом, добрался Оинг на ресурсы к Галашнику, ну, я не знаю, как же стоит это того или нет, я много раз уже на этот счет высказывался. Первая техничка от Зезо, наверное, ломится, безусловно, к аэродрому, но она была пустая и ничего бы в любом случае страшного наделать не могла. Посмотрим, будут ли какие-то шансы у Эйра против Галашника. Зачастую, конечно, выходит все так, что Гла выходит победителем из этого противостояния, потому что, да, эти рапторы классно отбивают ракеты, но против квадов они ничего сделать не могут. Хотя, безусловно, хорошо выбивают здания и ракетчики им нипочем, но-но всегда есть какое-то но. Идет борьба за ресурсы уже на правом фланге. Американец решил как-то вот в два соплая пойти. Необычно. Как правило, американцы даже умудряются довольствоваться одним, и им в целом и хватает. Но, судя по всему, так просто не получится. Оинка Зеза не даст ему здесь закрепиться. Вот насчет Зеза ничего не могу сказать, не знаю, кто такой. Про Оинка мы уже с вами обсуждали. Однажды мы реплей с его участием видели, и это, кстати, по-моему, тоже был реплей недели. Так что этот паренек неплохо исполняет прямо сейчас, грубо говоря, потому что все эти реплеи довольно свежие. Они, конечно, не идут у меня в хронологическом порядке, но вполне достаточно того, что им хотя бы когда-то был присвоен статус реплея недели. Иногда они вполне себе тянут на серебро, а то и на золото. И в комментариях порой идут очень бурные дискуссии о том, чтобы действительно такой титул им назначить, дать и, соответственно, перенести в нужную ветку форума. Но везде есть бюрократия, и решения принимаются не всегда быстро. Посмотрите на эту физику падения минорета. Бам! 2003 год, ребята, а движок-то и того старше. Чинуки подводят Эйр не зря. У них тоже есть турели, которые позволяют блокировать ракеты. Соответственно, можно, в принципе, их использовать как защиту. Вот ракет, кстати, долго живет этот бункер, точнее, эта тоннельная сеть. Пытался выбить, конечно, хищником ее оинг, но как-то вот один раз выбил, нора осталась, а потом подзабыл. Минус Каманч, и на самом деле у американца на базе большие проблемы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Абсолютно сейчас самолет уязвим. Не успел он, наверное, даже полностью перезарядиться. Пытался спасти, наверное, птичку. Американец поднял ее в воздух, но как-то безуспешно. Проблема. На подступах к американской базе слишком много всего нехорошего. Тут Глашник на левом фланге имеет позиции. Уже занимает тоже второй ресурсный центр. Облизывается наверняка на правый фланг. Но только лишь благодаря ракетчикам, судя по всему, смог. Американец отбится. Очередной проход техничкой с подрывниками. Отменяет электростанцию американец. Минус военный завод. Минус огневая база. Артиллерийская платформа, как говорится. Неприятно. Два хаммера без каких-либо апгрейдов. Но с ракетчиками на борту выдвигаются в свой путь. Вот теперь можно, да, электроэнергию отстроить. Поджался немного американец. Так, здесь надо аккуратней, конечно, работать. Беречь технику, потому что галашник скоро уйдет в отрыв. Да, начинается строительство дворца. Один военный завод, одна казарма. Но этого вполне хватало для того, чтобы создавать проблемы. Но он уже в третий ресурсный центр, получается, пойдет. Потому что ради этих коробок он тоже сапплай ставил. И очередной проход с левого фланга к американцу на базу. Рейнджеры погибнут, к сожалению, для командующего военно-воздушными силами США. Ну, понятно, здесь нора, еще и здания заняты. Тут, конечно, не забалуешь. Поехали куда-то в район кладбища. И неужели опять минус энергия? Ну, нельзя так откровенно уж команч подводить. Уводи, уводи, уводи. Стоит он недешево. Такие потери сейчас американцу не к чему. Вернулся на эти ресурсы. Но опять целый косяк квадов направляется именно туда. И законтролировать их нечем. Один хаммер, но он довольно далеко. Ракетчики, ну, разумеется, в пешем виде очень уязвимы перед такой техникой. А этот хаммер, еще, по всему прочему, и пустой. Пока надо сказать, что игра американца меня немного огорчает. А вот Зезо Галашник молодец. В принципе, неплохо все у него по таймингам. Как мне кажется, ну, возможно, дворец реально возвести и пораньше. Но опять же, вот то, как играет. Я не из тех людей, кто очень заморочен на таймингах, про которые я уже выше упомянул. Некоторые прям целый бугурт у себя на стримах устраивают. Или там в реплеях, то, что ух, там все не вовремя, все поздно и так далее. Ну, парень решил в атаке сыграть. Отвлекся. Финансы на это дело перевел. Спектр Лганшип. Третий ранг есть у оттого и другого игрока. Вы слева на своих экранах можете это видеть. По ресурсному центру и по военному заводу. Ну, наверное, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Или... Нет, поймал двоих. Ничего себе, поговорка не сработала. Ну, как раз есть уже второй военный завод, из которого спамятся подрывники на мотоциклах. Ну, понятно, что же еще демолишину остается делать. На самом-то, по большому счету, инфраструктуру выносишь и все. А у американца ее не так-то много. А шустрые мотоциклы легко проедут и уничтожат все. Зачем они слазят с мотоциклов? Потому что мотоциклы без пассажиров тоже взрываются и, грубо говоря, наносят дополнительный урон. Короче, трудно контролировать вот такие моменты. Американцу, когда у него плохо обустроена оборона базы. Я имею в виду хотя бы вот Каманчера ставить где-то по периметру. Потому что иначе эти мотоциклы проезжают и вот так вот уничтожают все. Минус ресурсный центр американцу. Наверное, едет сюда его дозер отстраивать новый. Домик под американским контролем. Хищники летают, бьют здания, да, потому что позиции нужно почищать. Захват нефтяной вышки уже произошел. Платформа артиллерийская захватывается тоже. Что здесь? Ну, тут аналогичная ситуация. Нефтяные ресурсы уходят под контроль ГЛА. И надо сказать, что Зезо приобретает просто кратное, кратное во много раз финансовое преимущество. Так, высадка повстанцев, они подрывные. Поэтому, вот, собственно, ох, этого стоило ожидать. Как плашмято падают самолеты. С ума сойти. Сражается один на один каманчем с квадом. Ну, и, конечно же, эта битва заканчивается не в пользу первого. Проблемы. У Уинка есть вроде бы немного денег, но отсутствует стратегический центр, который для Эйра, безусловно, является крайне необходимой постройкой, потому что... Он дает возможность вызвать бомбардировщик. Такое, знаете, вроде повышение, которое ты можешь сам себе купить. Джармен Келл, разумеется, на поле боя. Уже лычки себе узлыку успел себе набить. Ребят многих подстрелил, но пал. Пал, однако, работу-то свою сделал. Дроны американские дежурят, все видят, но толку от этого обзора. Есть уже командный центр угла, но, понятное дело, американец его и не продавал. Новая пачка квадов, целых 6 штук. Ну, и лазерные воздушные суда здесь абсолютно, так скажем, бесполезны. Приходится прикрывать свои позиции повышениями Уинку. Ну, в принципе, неплохо сработано. Прикрылся, но не смог использовать это в атаке. Психанул немножечко Оинг и возводит второй аэродром. Но нужно уже как-то, конечно, брать ситуацию под свой контроль. Хотя бы, ну или, по крайней мере, хотя бы немного собраться. Потому что на данный момент игра американца выглядит довольно разбросанной, так скажем. Эти, конечно, персонажи взрываются при любом раскладе и как угодно наносят урон. Поэтому лучше успевать их ловить до того, как они приблизятся к твоим постройкам. По правому флангу, снизу, очередной галашный проход. Домик здесь выселили. Ну и, разумеется, рабочий уже тут как тут. Ресурсный центр коробки. Тут, в принципе, еще есть смысл его ставить и собирать. Так, три Каманча. Ну, этого недостаточно, конечно, для эффективной борьбы с квадами. Но они в стелсе, поэтому их можно отвезти и приберечь до лучших времен. Четвертая боевая машина выходит. Аккуратно надо здесь работать. Видите, вот вам и потеря. Ну и под ударом оказываются аэродромы. Да, тут нужно выжидать нужный момент. Ждать, пока игрок не контролирует свои юниты. Вахватов уже слишком много, ну понятно. Деньги, деньги, деньги у Зезо имеются. В достаточном количестве. В итоге, что я два аэродрома строил им, непонятно. Ни одного раптора еще даже не вышло. А сейчас уже и смысла нет. Если бы делались, их надо было отменять. Да, и Оинг сдается. Не выдержал он напора. И в принципе, меньше чем за 15 минут Зезо с ним разобрался. Ну, по правде говоря, довольно слабый реплей для американца. Потому что вообще никаких активных действий он по большому счету предпринять не смог. Так, бестолковый заезд дозером на рабов в самом начале. И на этом, грубо говоря, все. Потом только защищался, защищался, да не дозащищался. Вот такой вот он был. Реплей одной из недель в этом году. Как ни крути, я думаю, что неплохо. Тем не менее, посмотрели на такую довольно насыщенную игру. Хотелось болеть за американца, чтобы он наконец-то расправил крылья. Но у него это не получилось. Я вас искренне благодарю за просмотр данного эпизода. Я буду вам очень признателен, если вы подпишетесь на канал. Потому что это не занимает ни времени. Не требует никаких абсолютно финансов. Но дает возможность мне, так скажем, делать свою работу дальше. Вам следить за выходом всех новинок. В общем, это хороший стимул для обеих, так скажем, сторон. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов в повседневных делах. Не забывайте также про оценки и комментарии. А с вами был Сергей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok